здравствуйте друзья спрашивают меня что так вот знаете коротенький вопросик я своими словами перескажу так не зачитывая что вот вы михаил показываете у себя на канале людей которые из гуманитарных профессий переучивается в тех кто тестирует программное обеспечение а почему бы не переучиться этому или почему бы вообще не делать это людям у которых есть компьютерное образование например вот программисты почему бы им не тестировать софтвер зачем нужны люди с гуманитарным образованием значит я хочу сказать что в порядке ответа на этот вопрос первое я не показываю исключительно людей с гуманитарным образованием которые переучиваются у нас переучивается очень много людей с инженерного образования вот я сейчас начинал неделю назад две группы на неделю две группы это половина нашей школы у нас вообще четыре группы на параллель вот я начинал две группы три четверти людей в этих группах это инженеры но люди с инженерным образованием Они, может быть, никогда не работали инженером или работали, но у них был какой-то там перерыв существенный У девочек в основном бывает или из-за визового статуса, или из-за того, что они деток рожают Это не были инженеры-компьютерщики, хотя есть такие, что и компьютерщики, есть электронщики, есть инженеры-механики Есть всякие такие, я не хочу назвать промежуточные, но как бы, скажем так, окрестные Автоматизация производства, системы автоматического управления, АСУ, вот такие тоже есть Поэтому измерительные системы, физики, химики, биологи, микробиологи, вот три четверти Поэтому сказать, что мы переучиваем людей из гуманитарных профессий, это не так Это не так Я, конечно, их показываю иногда, внутренне восхищаюсь, потому что, понимаете, переучить инженера-это одно А переучить человека гуманитарного-это совсем другое Это так, чтобы он успешный, да чтобы работу нашел, чтобы счастливый был, чтобы глазки светились там и так далее Это просто круче, понимаете, это прикольней Вот, если ты можешь делать там прыжок, я не знаю, в фигурном катании там в четыре оборота Так что ж ты будешь делать полтора, понимаете? Вот я вам показываю вот этих вот Я гордюсь, можно сказать, прыжками в четыре оборота Теперь, значит, что еще? Я просто показываю, что не обязательно быть инженером Но на самом деле очень желательно Очень желательно Я не хочу сказать, что мы именно норовим обучать людей из гуманитарного образования Это не так Значит, это первая часть Вторая часть состоит в том, что есть страны, и мы их знаем Где тестируют даже на крайне таком примитивном уровне люди с образованием по компьютер-сайенс Там просто их так перепроизводство, что ли, я даже не знаю, почему так получается Но вот они не могут найти, может быть, более сложную работу Вот их берут там тестировать Это правда Но в Соединенных Штатах такая нехватка острая людей в программировании Что использовать программиста для вот такого тестирования Которое может делать переученный там биохимик Или, например, переученный преподаватель, там, скажем, русского языка в молдавской школе Зачем же для этого-то программист? Ну, все-таки задача-то должна решаться адекватными усилиями Ну, что же Допустим, если у вас есть маленький гвоздик Зачем вам молоток, который весит 2 килограмма? Может быть, вам нужен маленький молоток Вот Поэтому есть серьезные, тяжеловесные задачи по тестированию Которые решают именно программисты Никакой переученный, там, за 3 месяца 4-5-6 инженер, механик Или, допустим, там, девушка, даже блондинка и с голубыми глазами Там, скажем, бухгалтер или учитель химии Не сможет То есть у программистов есть определенная область в тестировании Которую они выполняют Я слышал вот такую оценку, что Читал, что треть работы программиста это тестирование То есть прежде чем программист работу сдает свою Он должен убедиться, что работает Он тоже много времени тратит на тестирование И есть отдельный термин такой, называется White box Тестирование белого ящика Точнее, может быть, прозрачного ящика Glass box Но принято говорить white box Распространено такое White box тестирование Это то, что делает человек, который умеет программировать Или как минимум читает код Есть люди, которые просто white box тестеры профессиональные Они не пишут код, но его тестируют на уровне кода Вот, ну не суть В общем, короче, есть тестирование, которое делают программисты И нельзя сказать, что программисты не тестируют И тестируют вот, скажем, те, кого переучивают из неизвестно кого Программисты тестируют то, что без них протестировать никто не может Дальше встает вопрос Есть некоторые тестирования, которые могут делать люди Не обладающие квалификацией программиста Так что ж мы будем программистов, которых не хватает Использовать на такой работе, которую могут делать другие люди Вот это, собственно, и есть, ну, как бы, логическое такое обоснование Это объяснение То есть я рассказываю, как есть, значит Но сейчас вообще есть такая тенденция Я не хочу сказать, что она как-то сильно влияет, например, на рынок труда там или что-то Но сейчас есть такая тенденция, вот большие компании Вот я на ютюбе это вижу постоянно Значит, у них что получается Вот есть ютюб, вот есть там какая-то версия ютюба Они могут, а у них много-много серверов Там по всему миру, где эта версия крутится Вот вы, там, где вы находитесь, вы набираете youtube.com А я там, где я нахожусь, я набираю youtube.com А кто-то там в Южной Африке набирает youtube.com И мы с вами можем оказаться, значит, на трех совершенно разных серверах А можем оказаться на 20, если нас 20 И окажется, что версия ютюба, с которой мы вот имеем дело, разная Вот, допустим, 20 разных версий И они что делают? Они берут и говорят Вот в этом месте, вот на этот сервер повесим новую версию Практически не тестируя Так, может быть, чуть-чуть И дальше Со всей головной болью Вот для этих людей Значит, они смотрят, на что люди будут жаловаться Ну хрен с ним, сколько там было Там 3 миллиона человек или там даже 25 Это же мелочи, что мы должны Вот пусть они нам пожалуются И вот из-за этого я постоянно натыкаюсь в ютюбе Неделями совершенно безобразнейшие проблемы Вот, например, недавно была такая проблема В течение двух недель Внутри вот, с моего окошечка, где я смотрю У меня есть видеоменеджер Значит, независимо от того, сколько было комментариев под видео Написано было ноль Понимаете? Я же пользователь, я не буду им репорт писать Я думаю, ну их всех нафиг Вот, я не стану этим заниматься Ну, может быть, кто-то напишет, я не знаю Меня никто и не просил, собственно Такой краудсорсинг, да? То есть они в крауд, в толпу отдали И говорят, ну пусть толпа тестирует Может им так дешевле даже, я не знаю Наверное, дешевле, конечно, чем Людям зарплату платить Есть такая тенденция сегодня Это не только Google там с YouTube Это многие так делают Наверное, они экономят что-то на этом, я не знаю Кроме того, наверное, толпа Найдет чего-то такое, чего QA может быть и не найдет Потому что, ну сколько там, допустим, сидит, там даже 10 человек У них в голове не возникнет такое количество Всевозможных комбинаций разных вещей Которые случаются у людей вот на практике Ну даже там всего 5 миллионов Представляете, сколько всего найдет? Какие тестеры могут сымитировать опыт вот такого количества людей Поэтому и время идет, технологии меняются Тем не менее, остается очень-очень много видов тестирования Которые люди должны делать вручную И они не сложные Ну скажем, вот у вас есть там веб-приложения И есть там, допустим, 5-6 основных браузеров И вы должны, вот кто-то должен прийти и открыть каждое окошечко Вот в каждом браузере А там еще несколько версий могут быть этого браузера И посмотреть и увидеть, что там все одинаково работает А оно там далеко не все и не одинаково Я вас уверяю Специальный вид тестирования То же самое с мобилками Вот там есть разные версии Разные производители этих девайсов Разные версии софтвера И так далее Это тоже, так говоря, простая штучка, да? Но кто-то же должен делать И в этом тоже есть своя квалификация То есть не то, чтобы вот там любого поставь Там пацана из City College Тоже надо уметь То есть можно и не умея, конечно Но тогда не так много найдешь ошибок А в этом есть своя квалификация Есть много, вот много такого ручного тестирования Поэтому, я так для примера привожу Самое такое базовое А есть, есть более, есть более сложные вещи Но все равно достаточно простые Этого можно быстро научить даже новичка И большинство людей, которые работают в тестировании Вот вы говорите, что я переучиваю там гуманитариев Большинство людей, работающих в тестировании Их никто еще и не переучил Они никогда не ходили ни на какие курсы То, что вот я вот выпускаю там при всей критичности Это элита Потому что львиная доля людей Не только компьютерного образования не имеют в тестировании Они еще и не учились никогда ничему Они так вот там с коленки там И так подхватывают на практику Я такой вот, я пришел Разве я учился тестированию Ну я читал книжки потом уже Когда меня взяли на работу Потом А так вот сидел и тестировал Вот, собственно, и все Такая же духа Я надеюсь, что я ответил на вопрос И я не уверен, что это, допустим, всем интересно Наверное, технические люди как бы и так понимают Но поскольку нас смотрят многие не технически Я думаю, что я как бы так вот, может быть, объясню Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!